МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал «Город 24 Брянск» в студии информационного вещания Надежда Макарова. Мы слышим, видим, говорим, мы говорим о главном. Свой юбилей отметило Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области. В областном драматическом театре состоялось торжественное собрание, посвященное 25-летию образования налоговых органов Российской Федерации. На праздник к юбилярам пришли руководители федеральных служб, представители исполнительной и законодательной власти области и города, руководители организаций. Поздравляемые участники торжественного собрания! Искренне и от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником и 25-летием со дня образования налоговых органов Российской Федерации. За четверть века молодая налоговая служба прошла существенный этап в своем развитии, ибо право стало одним из важнейших и влиятельных институтов государственного управления в условиях рыночной экономики. Наше взросление шло быстро и интенсивно. В основу формирования современного налогового ведомства Новой России были заложены инновационные принципы организации налогового администрирования на базе внедрения высокотехнологичных механизмов налогового контроля и создания максимально удобных условий для налогоплательщиков по исполнению ими обязанностей по уплате налогов в бюджетную систему России. За 25 лет многое изменилось в налоговом законодательстве, но главные требования к работе налоговой службы остались. Это прежде всего работа с налогоплательщиком, это собираемость налогов. В силу того, что в сегодняшнее время, когда проседает экономика, мы все об этом знаем, повышенные требования предъявляются к налоговым органам с точки зрения наполнения бюджета. Поэтому напряжение, я так считаю, в работе налоговиков, оно несколько возрастает. Только за 10 месяцев этого года, благодаря сбору налогов с физических лиц, бюджет Брянской области пополнился на 9 миллиардов рублей. А в консолидированный бюджет региона за этот же период времени поступило более 28 миллиардов. При этом большая часть этих денег осталась в области. Мы пришли достаточно хорошими итогами, заняли достойное место как в Российской Федерации, так и в Центральном федеральном округе. То есть по всем показателям нашей работы, у нас их достаточно много, мы в принципе занимаем лидирующие позиции. В этот день в адрес своих коллег звучали слова поздравлений и благодарности за слаженную и плодотворную работу. Своим коллегам в первую очередь терпение, удача, здоровье, чтобы действительно государственная казна пополнялась, чтобы мы меньше имели проблем с недобросовестными, незаконно послушными налогоплательщиками. Ну и конечно процветание и налоговой службы, и Российской Федерации. Прежде всего здоровье, наверное, самим работникам, потому что труд у них очень напряженный, они постоянно, в общем-то, целый день проводят за компьютером. То есть больше работают, в общем-то, с программным продуктом, но это предполагает сидящий образ жизни, поэтому больше двигаться. Лучшие работники налоговых органов были награждены медалями и почетными грамотами. Своими выступлениями юбиляров поздравили лучшие творческие коллективы города и самодеятельные артисты, работники налоговых служб области. Продолжение темы информация для будущих пенсионеров. Ключевые факторы, которые влияют на величину будущей пенсии, это размер заработной платы, длительность стажа, а также возраст. Чем выше зарплата и больше общий стаж, тем выше будет размер трудовой пенсии по старости. Но только с так называемой «белой» зарплатой отчисляются страховые взносы в Пенсионный фонд России и у граждан формируются пенсионные накопления. При серых схемах оплаты труда эти взносы минимальны. Если взносы не уплачиваются совсем, то время работы не засчитывается за стаж. Соглашаясь на серую зарплату, гражданин рискует получать мизерную пенсию. Об этом предупреждает Пенсионный фонд России. К другим темам. Хорошие новости пришли сегодня с атомного подводного крейсера КАЗ-117 «Брянск». Напомним, что наш город шефствует над его экипажем. Сразу четверо старших офицеров награждены государственными наградами. Среди них командир, старпом, замполит и командир БЧ-2. О том, за что моряки получили награды, не сообщается. Однако известно, что в октябре этого года подлодка «Брянск» выполняла пуски баллистических ракет. Об этом мы, кстати, сообщали в наших информационных выпусках. В рамках Всемирной недели предпринимательства в Торгово-промышленной палате прошло заседание круглого стола. Главной темой обсуждения стала выработка направлений дальнейшего развития современных форм предпринимательства в Брянской области. С 16 ноября в Брянске проходит Всемирная неделя предпринимательства. Это ежегодный масштабный проект, который направлен на привлечение инвестиций в новый бизнес молодых предпринимателей и их инновационные разработки. Хотелось бы отметить, что впервые вот так масштабно и полно в Брянске проходит только в этом году такое мероприятие. И что отрадно заметить, весь акцент и весь потенциал этой недели направлен на то, чтобы молодые люди, которые еще не приняли решение, а кто-то уже принял решение стать предпринимателем, получили полную информацию, увидели свой потенциал, поняли, что выстроенная система региональной поддержки предпринимательства все сделает для того, чтобы помочь, поддержать. От них нужна только инициатива. Я уверена, что молодежь в Брянске, и вот по тем огромным уже количествам встреч, которые за последнее время прошло, во-первых, очень сильное техническое направление, потому что очень сильные вузы, и есть возможность практически сразу пробовать себя. Мы знаем, у нас есть факультет прямо на заводе у нас на предприятии «Экокремнии». Есть очень сильное направление, все-таки я считаю, что экономическое, потому что очень сильные вузы. Ну и вот сегодня мы встречались в БГУ с теми, кто занимается на факультете, связанном с социальными вопросами, и увидели большой интерес ребят к этим вопросам. Поэтому возможностей очень много, перспектив огромное количество, а мы, Торгово-промышленная палата, другие общественные организации во главе с Департаментом экономического развития сделаем все, чтобы помочь молодым найти себя и сделать свой прекрасный бизнес. Развитие малого и среднего бизнеса сегодня в приоритете как у органов государственной власти, так и у общественных, негосударственных, некоммерческих организаций. Поэтому не случайно на мероприятии присутствовали представители региональных и муниципальных властных структур, а также индивидуальные предприниматели и представители общественных объединений. Участники «Круглого стола» подробно рассмотрели вопросы кластерной политике в регионе, а также проблемы государственно-частного партнерства и комплексного сопровождения инвестиционных проектов. В итоге было решено, что подходы, обозначенные в ходе дискуссии, станут руководством по дальнейшему совершенствованию экономической политики региона. В информационном агентстве «Россия сегодня» прошла церемония награждения лауреатов профессионального конкурса «Но-Приз» на лучший инновационный проект. Приятно, что не чужими были на этом празднике и брянцы. Председатель конкурсной комиссии, народный архитектор России и лауреат Государственной премии России академик Михаил Пасохин обратил внимание на Брянский микрорайон «Речной». Точнее, диплом вручен проекту жилого дома переменной этажности в Володарском районе, именно в этом микрорайоне. Чтобы наш зритель не счел эту информацию за рекламу, отметим, что при всем притом у «Речного» есть и свои проблемы и недостатки. Опасность паводка и сырость, близость учреждения УИН при вокзальной пробке. Криминальная новость. В Карачевском районе в хозяйстве Никола-Одринского монастыря грабители похитили 46 мешков зерна общим весом более одной тонны. На место преступления выехала следственная оперативная группа МВД по Карачевскому району. Полицейские вышли на след воров уже в течение суток. Дело в том, что на месте преступления грабители оставили многочисленные следы – отпечатки пальцев, протекторов шин и даже следы обуви. Так, в одном из близлежащих сел оперативники обнаружили автомобиль с прицепом, где и находилось украденное зерно. В ходе следствия установлено, что кражу совершили двое местных жителей города Карачева, ранее судимых, привлекавшихся в том числе по аналогичным статьям, которые не работают и источника дохода не имеют. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные действия, подтверждающие виновность лиц, причастных к ограблению. Им грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет. А сейчас объявление для театралов. Брянский театр драмы имени Алексея Константиновича Толстова приглашает в выходные дни на лучшие спектакли своего репертуара. 20 ноября в 19.00 и 21 ноября в 18.00 на сцене театра «Комедия «Ужин дураков» с участием заслуженных артистов России Михаила Кривоносова, Александра Кулькина, Светланы Рязанцевой, Михаила Лаврушина. 22 ноября в 18.00 музыкальная комедия «Левша» о тульском мастере, подковавшем блоху. В спектакле занята вся труппа театра. Справки и заказ билетов по телефонам 74 39 38 и 66 17 78. И последняя информация выпуска. Наш телеканал объявляет о начале конкурса «Лавстори». Уважаемые телезрители, присылайте свое свадебное видео к нам в редакцию, голосуйте за лучший ролик в эфире и получайте подарки от телеканала «Город-24 Брянск». Подробности по телефону 92 00 01. Не пропустите старт телемарафона свадебных роликов с 20 ноября и только в эфире нашего телеканала. Это все на сегодня. Создавайте новости вместе с нами, звоните и приезжайте. Говорите о своих проблемах и радостных событиях. Мы вас услышим и расскажем о вас.